Пеликаны и Хорнец Пеликаны и Хорнец Чикаго, проиграв в сезоне, имея полный состав, просто обязан был провести работу над ошибками. Собраться и начать делать то, что умеют. Бобкэт с полным составом выглядит не менее грозным соперником. Еще и подошли к этому матчу фаворитами. Но, друзья, есть у быков один козырь в рукаве, про который все стали почему-то потихоньку забывать. Саня Чужаков снова начал брать все в свои руки и набирать очки. Первые две четверти были за быками, однако после большого перерыва Марат Арасланов и Загдайк изменили ход событий и забрали третью-четвертую четверть до своей команды. Но задел первой половины от быков был больше, оттого и победа осталась за ними. Очень ждем, что ответит во второй игре Бобкэтс. Это будет интересно. Лучшими в Чикаго стали Чужаков и Никита Черменев. 21 и 17 очков. Лучшими в Бобкэтс стали Арасланов и Загдайк. 23 и 13 очков соответственно. Итоговый счет 64-57. Победа Чикаго. Ну что, как тебе игра? Что получилось, что не получилось? Не знаю, мне кажется, все получилось. И в таймауте просто команда констатировала такой факт, что не о чем говорить, потому что слишком хорошо. Ну просто настолько хорошо, что сказать нечего просто. Мы как бы хотели вроде что-то добавить, но все было... Прошу прощения. Все было настолько хорошо, что все молчали сегодня. Вы нашли общий язык с Сашей Чужаковым? Да, давно еще. Ну типа, как бы, блин. Первые две игры были какие-то непонятки, а дальше... Ну периодически возникает какая-то конфронтация, но это, мне кажется, в любой команде. Слушай, а что ты думаешь по поводу того, что в концовке у нас же два матча, играем по разнице, и в концовке вы немножко упустили свое преимущество? Я думаю, что это, наверное, может быть незнание тренерского штаба, назовем это так, о том, что мы играем по разнице. Я просто не знаю, зачем, как бы, были люди после игры, которые мне сказали, что они сделали бы иначе. Понимаешь? Вот. Я с ними полностью согласен. Я бы тоже сделал иначе в концовке. И я считаю, что в таких играх должна заканчивать стартовая пятерка. И просто... Ну даже не стартовая пятерка, а пятерка, которая как бы лучше себя показала. И все. Я не уверен, что сегодня люди, которые лучше себя показали, заканчивали эту игру. Окей, спасибо. Удачи в следующей игре. Спасибо. Привет. Хорошая игра, но чего-то не хватило. Чего? Привет. Ну, я думаю, что многое предопределил стартовый отрезок. Мне кажется, игроки Чикаго, они были полны энтузиазма, и им очень хотелось отомстить им за предыдущее обидное поражение. Вы сегодня очень много фалили. Это была установка или так получилось? Нет, просто сама игра по себе была достаточно жесткой, контактной. И я думаю, что оппонент фалили мне меньше. Какие планы на следующую игру? Вы проиграли довольно много. Нужно отыгрываться. Мое мнение, мы не так уж много проиграли, а минус 7, и впереди вторая игра, и это вполне можно за одну минуту ликвидировать. Это не такой уж большой раз. За одну минуту? Ну, насколько я помню, Чикаго нам за минуту, в первой четверти накидала, очков 9, по-моему, там 3 трешки попали, поэтому это буквально ничего, я считаю, совсем, и ничего страшного. Ну, окей, удачи в следующем туре. Спасибо. ГСЛ и Бостон. Голден Стейт не изменяет своим традициям даже в плей-офф. Как они играли в пятером, так и играют. Благо, физической подготовке данного коллектива можно позавидовать, и отбегать для них 48 минут вообще не проблема. При этом отгружая трехи и делая свои любимые каты. Бостон – противоположная команда, более размеренная и позиционная. Два стиля, две разных школы, но одна игра. Однако, что ни говори, уровень исполнителей у ГСВ на порядок выше, что и стало решающим фактором в игре. 19 трех на четверых человек. Вау. В общем, игра без интриги с предсказуемым победителем. Лучшими в ГСВ стали Хворостин и Чижевский. 26 и 24 очка, соответственно. Лучшими в Бостоне стали Владимир Пархоненко и Алексей Полодин. По 22 очка. Итоговый счет 181. Победа ГСВ. Снова как в 2017 далеком. 100 очков. Да, на стоге, да. Ну, не так, не намного больше, чем у Бостона. Это не очень радует. А как вот так? Просто в первой половине пропустили 30, по-моему? Да, значит так, да. Если я не ошибаюсь. Все правильно. Больших не хватает. А в защите, если забивают трехи, нужно держать треху. Если проходят, не давать проходить. На подборе нужно лучше работать, меньше терять мяч и свои бросочки забивать. Это шесть. Да, шесть правил баскетбола, да, ни с чем не справились. И поэтому пропустили 8. Да, да. Как считаешь, ты можешь как-то сказаться на ответной игре? Да нет, нет. Мы уверенно можем ее проиграть, если надо. Спасибо. Поздравляем. Мемфис и Сакраменто сцепились в попытке задержаться в чемпионате на подольше. Отсутствие Лени Кулаковского в плей-офф явно даст о себе знать. Но не в этой игре. Даже при отсутствии Зайца и Камала, Мемфис смог уверенно забрать эту игру за собой. Стоит все же отдать должное коллективу и Сакраменто. Ведь первые три четверти они шли вровень, отставая совсем с небольшой разницей. Пока Еськин опять не начал обстрел с центра площадки. Как говорится, против Еськина на центре приема нет. Лучшими в Мемфисе стали Еськин и Райзен. 30-14 очков. Лучшими в Сакраменто стали Олег Джужнев и Артем Салтыков. 9-8 очков. Итоговый счет 81-50. Уверенная победа. Мемфис. Игра Даллас и Винди. Как мы и обещали, плей-офф нашей команды будет максимально сконцентрированной и отрабатывать на обеих сторонах площадки. Игра была в удобное время для нас, из-за чего у Винди не приехали Дука и ряд игроков. А жаль. Нам бы хотелось сыграть против полного состава. Следующая игра будет независима от наших пожеланий и будет строго по времени Винди. Вполне вероятно зеркальная ситуация, когда лидеры Далласа будут играть в других лигах и в бой пойдет вторая пятерка. Хорошая проверка нашей команды и отличная возможность отомстить за первую игру в Винди. Лучшими в Далласе стали Аникин и Михеев. 23 и 22 плюс 10 подборов соответственно. Лучшими в Винди стали Александр Быстров и Маша Егорова. 17 и 14 очков. Итоговый счет 108-65. Уверенная победа. Даллас. Привет. Привет, Леш. 5 очков сегодня награли. 7. 7. 7-3 и 2. 7-3. И 2. Да. Не, приятно. Пахома поднял через Пахома. Потом еще. Да, он слабенький. Но он слабенький, да. Не, результат закономерен. Парни приехали в хорошем составе. У нас сегодня не набралось народу на достойный отпор. Но ребята молодцы. Пытались держать темп заданный Далласом всю игру. Не везде получилось. Но считаю неплохо. Мы договорились с Романовым, что в этот раз время убирают они. В следующий раз мы будут. Спрошу, когда им будет неудобно, выберу. Может сработает план Капкан. С кем хотели бы встретиться в середине клуба? Да на самом деле там все равно. С кем я думаю. Там мы можем побороться. Ну, реально, если я оцениваю силу, побороться за больше сил. Если вы крупно проиграли, и вторую игру есть трудно проиграть, что вы будете последней командой, получается. Я ухожу сейчас. Да, да, я понял, о чем ты. Ну, увы и ах, придется создать себе трудности и героических преодолевать. Матч Миннесоты против Джаз смотрелся, сопровождаясь большим желанием выпить успокоительного. Потому что весь матч проходил через большие качели. То Джаз четверть выигрывает, то Волки, то Джаз, то Волки. Но все решила концовка. Фолл от игрока Джаза при подборе мяча на своем кольце и случайным попаданием по голове соперника команды отправляет Миннесоту на линию штрафных при равном счете. Два тяжелейших штрафа залетают и страсти накаляются. И после этого следует потеря Джаза после сбрасывания. И эта тяжелейшая победа достается Миннесоте. Лучшими в Миннесоте стали Андрей Михайлин и Егор Акулов. 30 и 14 очков. Лучшими в Джаз стали Николай Лапинский и Владислав Безрукалов. 22 и 14 очков. Итоговый счет 70-68. Победа Миннесоты. Пацаны, невероятный комплекс сегодня случился. Как эмоции от игры? У нас на седьмом небе. Юта самый сложный соперник был для нас из ссеянных четвертых. Мы им проиграли в регулярке. Они очень сильны физически. Поэтому победа над ними, тем более на последних секундах, просто вознесла нас. За счет чего перебирали? Просто игра показывает то, что все-таки командный дух общий в нашей команде на запредельном уровне. То есть и сама командная игра отличная. Я очень горд ребятами, что я даже пусть в такой команде, условно любительской лиги, но я тренер этой команды все-таки. Ребята очень с сильным духом. Концовка просто запредельная. Я вот сколько сам играю, такое, ну, считай единицы раз случался. Особенно вот этот штрафной, когда там просто с конструкцией упал. Мне кажется, тут все в зале, наверное, там обалдели. Да, следующий был, какие прогнозы? Ну, у нас приедет один из ведущих игроков, который не был сегодня. Поэтому надеемся повторить успех. Других мыслей не будет. Да, да, да. По игре прям видно было в некоторых моментах. То есть вот именно опыт Коли Лапинского, то есть он насколько пользуется своими габаритами правильно, очень Юти помогала. То есть сразу же, когда он сменялся с нашим. Какие сейчас войны и миры или что здесь? С нашим маленьким он менялся. Сразу же старался бросать трехи. Очень было ему как бы комфортно это делать. Вот, надеемся, что следующая игра у нас уже будет, да, с нашим, один из лучших игроков. Вот, Синдаром Мамбетовым. Персонально есть кого бы держать Колю. Поэтому будет попроще. Спасибо. Сан-Антонио и Бруклин. Вот где получилась крайне сложная, непредсказуемая игра. Пять человек от Сан-Антонио против десятки мужиков от Бруклина и их большой группы поддержки. Мне больше хочется описать эту встречу, как дуэль Бондарева и Ткачева. Схожий стиль, отличное видение площадки и убийственная треха. До последней секунды многие были уверены в победе Бруклина. Ведь большая, качественная скамейка и возможность отдыхать куда выгоднее игры в пятером. Однако, как же мы все ошибались. Неожиданная победа в четвертой четверти от Сан-Антонио с разницей в 12 очков помогла парням забрать первую игру. Теперь вторую игру. Я жду с небольшим нетерпением, чтобы увидеть, как Бруклин собирается ответить на эту дерзкую победу. Лучшими в Сан-Антонио стали Юра Ткачев и Алексей Слепов. 22 и 16 очков. Лучшими в Бруклине стали Сергей Бондарев и Игорь Козлов. 20 и 14 плюс 10 подборов. Итоговый счет 72-65. Неожиданная победа в Сан-Антонио. Ты ставишь горшка самому высокому игроку соперника. Как это было? Скажи. Я не знаю. Я просто не знаю. В меня вселился дух. Просто я не знаю, кого. И гуф, и дух. Просто вылетел. Ключ 7 вы выиграли. Как думаешь, удержите преимущество? Пройдете в 1-4? Не знаю, не знаю. Тяжелая очень игра была. Но мы будем делать все возможное, чтобы выйти дальше и сделать эту разницу. Трик-трик! 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 В основном все игрушили спереди. В конце упустили соперника. Как думаешь, что проблема? Из-за чего это произошло? Мисс-коммуникейшн внутри. Но мы дурацкие ошибки совершали. Не следили за временем. Потом в нападении все ребята очень сильно понадеялись на Серегу и как-то расслабили булки. А так, в целом, это не конец. Еще 40 минут. Они в следующий раз начнут с форы плюс 7. 48. 48, точно. 48. Спасибо. Парни молодцы. Молодцы. Хорошо бились. Спасибо. Спасибо.